Привет, мои дорогие астролюбители и астроспециалисты! Это прогноз для козерогов на октябрь 2023 года на период коридора затмений. Первое, что хочу сказать, коридор затмений, он у нас повторяется каждые полгода. Коридор затмений — это время событийное. В этот период, как правило, начинают происходить какие-то события, которые давно уже назревали, но никак не было вот этого определенного толчка, чтобы событие произошло. Коридор затмений — это всегда очень большая концентрация энергии. Это очень заряженное время на события. Часто в это время происходит что-то значимое. Мы с кем-то ссоримся, с кем-то миримся, открываем бизнес, закрываем бизнес. Ну вот что-то максимально важное происходит. И вы можете повспоминать, что у вас было в 2004 году, в октябре. Был такой же точно паттерн затмений. И события, которые происходили 19 лет назад, в этом году, они плюс-минус будут похожи. Они будут про ту же сферу. Они, может быть, будут как-то по-другому, но они затронут ту же сферу, что и в 2004 году. И 14 октября будет солнечное затмение. Солнечное затмение — это всегда начало, это старт чего-то. Не всегда событие будет происходить именно прямо в день затмения. Иногда оно может задержаться даже на 3 месяца. Но чаще всего события по затмению, оно проходит плюс-минус недели. Или прям сам день затмения происходит. И у вас затмение такое шикарное, оно в вашем 10 доме. Для многих это будут отношения, потому что 10 дом в весах. Весы — это партнерство. Для многих это будет бракосочетание. Или вы подадите документы, или вы встретите своего партнера, начнете с кем-то встречаться. То есть это какие-то совершенно новые отношения могут прийти в вашу жизнь. Или если, например, у вас наоборот назревал развод, наоборот, в это время может произойти и развод как раз-таки. Потому что начало, точнее, бракоразводного процесса. Потому что 10 дом — это все, что связано с моим статусом. То есть каким-то образом меняется мой статус. Я развожусь, я рожаю ребенка, я становлюсь бабушкой, я устраиваюсь на работу. То есть по-разному может меняться статус у разных людей в зависимости от того, чем вы занимаетесь и сколько вам лет. Если кто-то, например, искал долго работу или хотел повышения в карьере, то это как раз-таки тот период, когда вы можете и попросить о повышении. И когда у вас может какой-то резкий такой скачок произойти. То есть для вас это новолуние, оно прям шикарное. Оно про ваш статус, тем более для козерогов. В целом статус очень важен. Это то время, когда вы на самом деле можете как-то взлететь. И здесь у вас есть один деструктивный аспект. На Плутон в первый дом. Первый дом — это я лично. И я могу предполагать, что какие-то козероги сами себе могут создавать проблемы и препятствия в достижении результата. Первое, козероги изначально, они обладают такой энергией, что своими мыслями, ой, не получится, ой, плохо, ой, еще что-то. Своими мыслями козероги часто отталкивают те события, которые уже вот к ним пришли, а они там, нет, вот у меня может не получиться. Изначально у козерога такая характеристика. Не у всех, конечно, все козероги отличаются. Но классическое базовое видение мира козерога, оно все-таки остается таким. У кого-то больше, у кого-то меньше. И так как у вас есть показатель и в солнечном затмении, то, что вы сами можете себе создавать проблемы и препятствия. Когда у вас создастся эта ситуация, прям проанализируйте, где я там себе палки в колеса вставляю своими мыслями, своими действиями. Вот чем? Вот вы как будто бы сами себе создаете какую-то проблему. И 29 октября будет лунное затмение. Лунное затмение — это всегда завершение, это подытоживание какого-то проекта. И у вас оно проходит в вашем пятом доме. Пятый дом — это праздник, это творчество, это дети, это внуки, это то, что мне нравится, то, что я по-настоящему люблю. И у вас подытоживается какой-то проект, связанный первое или с детьми. Может быть, вы там долго занимались, не могли ребенка там школу в садик устроить. Или, может быть, у ребенка был какой-то творческий проект, и вот он как завершение, вы собираете уже плоды с этого. Это мы на самом деле собираем плоды. То есть мы там где-то посеяли года полтора-два назад что-то, и сейчас мы это семя собираем. И поэтому это может быть завершение, не обязательно закрытие бизнеса, хотя может быть и закрытие у кого-то бизнеса. Это может быть как подытоживание в бизнесе, я к чему-то пришла, то есть я чего-то хотела, и у меня это получилось. Это может быть связано с хобби каким-то. То есть, возможно, вы поймете наконец-таки, каким хобби вы хотите заниматься. Для кого-то это будет рождение ребеночка, для кого-то это будет беременность долгожданная, для кого-то это будет какой-то проект, который вот о чем вы можете сказать, я люблю, мне это вообще, мне это так нравится. И вот в этой сфере у вас происходит завершение. Пятый дом, он также про азарт. Может быть, кто-то играл в азартные игры и наконец-таки понимает, что этого делать не нужно. И так как там стоит планета Юпитер, я могу предполагать, что это завершение, оно будет таким благостным, потому что Юпитер это планета радости, счастья, благости, бонусов. И поэтому в этой сфере будет какое-то благоприятное событие. Здесь же у вас идет хороший тригон на Венеру. И я могу предположить, что в завершении этого проекта вам может помогать какая-то женская персона. Или вот женская персона, статусная персона, какая-то женская персона сыграет определенную роль в этом завершении. И это был прогноз для Козерогов на октябрь 2023 года. Обязательно подписывайтесь на мои каналы Астролог Света. И будьте всегда в курсе всех астрологических событий.